Здравствуйте, друзья. Житель Шебекина приглашает Чинуш в Белгород полежать на полу вместе со всеми во время обстрела. Сегодня в результате обстрела Шебекина я находился непосредственно на месте обстрела. Хочу вам сказать одно. Ту картину, которую я сегодня наблюдал, это лежали пожилые люди со мной на полу в магазине. Дети, подростки, которые испытали весь этот страх и ужас. Я хочу вам сказать одно. Если вы так все там пиарите, если у вас там все так хорошо, приезжайте в Толожанку, приезжайте в Шебекина и испытывайте то, что мы испытываем каждый день. А не надо там какие-то видеоотчеты галимые делать, типа вот мы были на месте прилетов. А вы будьте на месте прилетов в тот момент, когда туда прилетело. И мы посмотрим на вас. Через сколько вы соскочите с этого места и куда вы соскочите. И хочу сказать, хватит врать уже, наверное, людям. Ну хватит уже просто, уже надоело это все. Просто скажите людям, просто объявляем эвакуацию, делайте все что-то. Я просто сегодня видел, как плачут дети. Как пожилые люди лежат на полу в магазине. Молятся Богу, чтобы, не дай Бог, не прилетело в магазин. Как на всех трусило. Как мы все испугались. Если вы не можете там что-то вытащить, что-то, от вас это ничего не зависит. Просто скажите людям, уезжайте. Хватит врать. Гладков, не можешь ничего сделать. Хотя бы желто-синее полотно людям раздай. Или краски и кисточку, чтобы БНР можно было написать на крыше. Имей совесть. Суперджет под Москвой разбился. Совершив первый полет после планового ремонта. Глядя, как ремонтируют дороги, как ремонтируют лифты, канализационные трубы. В принципе, ничего удивительного. Людей жалко. Но на людей путинской ОПГ пофиг. Внимание, розыск. Журавлев Алексей Васильевич. Освободитель. Освободил троих сослуживцев от необходимости дышать кислородом. И скрылся в неизвестном направлении из воинской части. Здравствуйте. Решил поделиться новостью из Казахстана. Всем, кто пострадал от потопа, построили дома за 45 дней. Кастанайская область. И все бесплатно. В поселке Алтынцарина подходит к завершению строительства 21 нового частного дома. Пострадавшие от паводка заедут в них в конце июля. Нам предоставили три варианта. В городе квартира. Квартиры идеальные, прям тоже красивые. Я по видео смотрела. Потом вторичное жилье. И новый дом. Вот выберите из трех вариантов, это и будет. Я выбрала стройку, вот дворец. Жители Морска тоже предложили на выбор три варианта. Подождать, потерпеть и помолиться. Я так ночами уже лежу, представляю, что куда поставлю, уже закажу. Еще 14 индивидуальных домов строятся в микрорайоне Кунай-Костаная. Пострадавшие от паводка в новое жилье начнут заезжать уже на следующей неделе. В Казахстане людям помочь денег хватает. В Украине людям помочь денег хватает. И только у России, которая богаче и Казахстана, и Украины, как обычно, надо еще чуть-чуть потерпеть. Всего в регионе было подтоплено 1283 дома, из них 468 признали аварийными. Сейчас идет строительство 153 домов. 315 квартир выкупили на вторичном рынке для предоставления взамен непригодного жилья. Новоселье в середине августа справят и жители Алмангельдинского и Джангельдинского районов. Также строится 50-квартирный дом для пострадавших в Аркалыке. Казахстан вообще молодцы. Казахи просто красавцы. Мать освободителя берет гордость. Говорит, если он погиб, значит воспитали настоящего мужика. Все 40 дней я плачу. Мне очень больно здесь, тяжело. Но у меня здесь еще и гордость, конечно, заняла. Большая гордость. Мы все-таки с папкой воспитали, значит настоящего мужика. Если бы сын вырос, сделал карьеру, построил для семьи вот такой дом, сделал бы вам внуков, обеспечивал вас на старости, батя сказал мне, лучше бы ты, сынок, у меня на штанах засох. А раз умер на полях Украины, значит настоящего мужика воспитали. Настоящего воина. А насчет военной операции я так хочу сказать. Мы сразу ее стали поддерживать с мужем. Мы знали, что Вова будет участвовать. Но мы все равно, мы гордимся. Мы будем всегда гордиться. И за нашу Россию, за нашего президента. Мы Владимира Владимировича Путина очень уважаем. И гордимся им тоже. И нашими воинами, нашей армией российской. Россия – это единственная страна в мире, в которой родители гордятся тем, что их сын в рамке. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку. И еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. 21 век. Потомки великих предков. Рассказывает, как живется после Великой Победы. Нет, нет, у нас ничего нет. Ни канализации, вода только питьевая. Все, больше ничего нет. Да, вот так. Ни интернета, ни интернета есть? У нас не подключают, потому что большие дома сказали, у вас даже точки, мы даже вас подключить не можем. Только себе Николаев сказал, все мы подключены. У меня лично нет подключения. В 21 веке, 24 год, 74 года к тому. Ни интернета, ни благоустройства, ничего нет. Даже власти забыли, не приезжают сюда. Кто к нам приедет? Вы что? Раньше боялись, что приедет НАТО. Теперь боятся, что НАТО не приедет. Дом престарелых в Канаде. Воздуха наберите. Добрый день, меня зовут Олег. Специально для вашей программы снимаю это видео. Канада, Квебек, город Лаваль. Дом престарелых. Так живут у нас пенсионеры. Посмотрите. Все условия. Прекрасный ландшафт. Сейчас покажем вам, как они живут в середине. Вот сейчас это видео, как обедают в доме престарелых. Посмотрите, сейчас у них обед. Посмотрите внимательно. Какой банкетный зал. А как у вас живут пенсионеры? У нас? У нас, Олег, с сегодняшнего дня YouTube замедляют. Чтобы не показывать вот это. Как живут пенсионеры у вас.